Здравствуйте! В эфире информационная служба «Импульс» в студии Мария Федорчук. И вот коротко о главных темах выпуска. Удовлетворение от деланной работы у любого человека, который трудится, и то, что он сделал, у него получилось. Силами строителей и с божьей помощью. На мосту через Пур провели чин освещения. Начаты работы по расширению улицы Центральная магистраль от моста Тамчара-Яха до поворота в восточную промзону. На пересечении Губкина-Петуха приступили к расширению проезжей части. У строителей есть ровно месяц, чтобы поведить дорожную пробку, которая здесь прописалась. Здесь мы можем себе позволить работу в лаборатории практически хоть каждый день. Мы можем забирать сегодня, сегодня же делать анализы и получать результат. Лаборатория Ямбургской медсанчасти обследует пациентов на коронавирус. Результаты выдают в день сдачи анализа. До открытия моста через реку Пур остается один день. Уже завтра в торжественной обстановке здесь перережут красную ленту и по нему поедут первые автомобили. Сегодня чин освещения транспортной артерии провел иерей Илья Боровских. Также на объекте побывали руководители предприятий, которые воплощали масштабный и долгожданный проект в жизнь. Вместе с ними по новому мосту прогулялись Павел Прожогин и Николай Александров. Священник Илья Боровских читает слова молитвы. Чин освещения знакового для Ямала объекта, помощь Божья и благословение тем, кто будет путешествовать по новому мосту. Во имя Отца и Сына, и Святого Духа, благословляется, освещается. Дорога, святая мост, окропление воды, священное во имя Отца и Сына, и Святого Духа. До открытия моста остается меньше суток, но у рабочих еще есть чем заняться. Они заканчивают обустройство инфраструктуры, пункта оплаты и весового контроля. А сам переход уже полностью готов. Специалистам компании «Мостострой-11» понадобилось меньше двух лет, чтобы воплотить масштабный проект в жизнь. Хотя его история намного длиннее. 39 лет назад, а уже 41, на столе 93 здесь высадился, чтобы строить этот объект. Ну, что не подало денег, ничего. Но вот мы договорились и построили его абсолютно без копейки государственных денег. Он необычен тем, что здесь есть пункт ПВП. Разрешение получили на строительство, благодаря гостям, 1 августа этого года. Два месяца назад была здесь забита первая свая. Но желающие могут зайти в здание посмотреть. Современная, отделанная, красиво обустроенная, совсем аппаратура с оборудованием. Сегодня здесь собрались все, кто участвовал в реализации масштабного проекта. Финальная инспекция Пуровского моста – пешеходная. Чтобы еще раз увидеть масштаб, оценить размах объекта. И вспомнить, как связывали берега Северной реки. Николай Руссу отмечает, каждый мост – сложнейшее инженерное сооружение. Этот не исключение. Его строили методом надвижки, сантиметр за сантиметром, приближая долгожданный финал. Это работа большой команды. Команда проектировщиков, изготовителей конструкции. Команда, которая работала на ВОСУ. Субподрядная организация Уренгой Дурстрой, которая выполняла дорожную работу на этом объекте. Как раз, слаженная работа всех коллективов позволила те сроки, которые мы обещали, нам уложиться. У нас, понятно, есть удовлетворение от сделанной работы. Это у любого человека, который трудится, и то, что он сделал, у него получилось. Проектировали это сооружение в Санкт-Петербурге. Инженеры института «Гипстрой мост» уже помогли соединить берега бухты «Золотой рог» во Владивостоке. По их проектам построили Крымский мост и центральную кольцевую дорогу в Московской области. Теперь в активе института еще один уникальный объект. Это выдающееся сооружение, во-первых, потому что оно было построено меньше, чем с два года. В таких экстремальных условиях, и «Мостострой-11» действовал очень слаженно, технологично и продуманно, прежде всего. Потому что сделать такие графики, чтобы все состыковалось и все срослось, действительно, в такое сложное время, с двумя зимними строительными сезонами, это действительно была такая сложная инженерно-техническая задача. И все, кто участвовал в строительстве моста, с ней справились, и даже раньше намеченного срока. Уже завтра новый мост официально свяжет Пуровский, Тазовский и Красноселькубский районы с Большой землей. Павел Прожогин, Николай Александров, Служба новостей, «Импульс». В районе пересечения улиц Губкина-Петуха начались работы по расширению проезда. О том, что на этом участке постоянно возникают пробки, но в уренгойцы жаловались не раз. Через соцсети они написали о проблеме и главе города Андрею Воронову. После консультации городоначальника с представителями ГИБДД было решено временно увеличить проезжую часть, чтобы устранить заторы. Третья полоса появится по направлению из северного района в южную сторону. Таким образом, одна полоса будет предназначена для поворота налево, а две другие – для движения прямо. А уже в следующем году здесь начнут строительство кольцевой развязки. На этом месте должна появиться кольцевая развязка. Проект есть, но проект еще проходит экспертизу. Ну и в связи с затруднением в целом движения на этом участке, вы видите, строится путепровод на ПМК, там, где Стелла стояла. Все это увеличился поток транспорта именно здесь, на этом перекрестке. Центральная Губкина, Петуха. И вот, чтобы несколько хотя бы разгрузить обстановку на этом перекрестке, принято решение. И вот сегодня уже идет реализация проекта по расширению еще одну полосу дела. Дорожники уже приступили к работе. Погодные условия не позволяют уложить асфальт. Поэтому было решено сделать полосу из бетонных плит. В ближайшее время на участке установят новые знаки, а светофор перенесут ближе к дому 21 по улице Губкина. На данный момент уже произвели монтаж прикромочного лотка и барьерного ограждения. Сейчас ведем работу по выборке грунта для дальнейшей укладки дорожной плиты. Ориентировочно до 14 ноября, но мы планируем раньше закончить. Пассажиропоток Новоуренгойского аэропорта за 9 месяцев упал на 30%. На снижение повлияла пандемия коронавируса, которая привела к общему экономическому спаду и ослабила интерес к путешествиям. Тем не менее, ряд направлений по итогам трех кварталов года показал положительную динамику. Лидерами по приросту стали курортные направления. По новому регулярному маршруту в Сочи пассажиропоток вырос более чем в 11 раз. Рейс на Краснодар в плюсе на 89% и на 20% на Симферополь. Кроме того, увеличение числа пассажиров продемонстрировали Пермь, Казань и Омск. В январе-сентябре 2020 года на регулярной основе из Новоуренгоя выполняли рейсы 10 авиакомпаний по 28 направлениям. Ситуация с распространением ковид остается напряженной. По данным регионального штаба, за минувшие сутки в округе выявлено 162 новых случая коронавирусной инфекции. Среди заболевших 19 вахтовиков, остальные жители региона. В Новом Уренгое 15 положительных результатов тестирования. В стационарах у округа с ковид и внебольничными пневмониями находятся 811 пациентов. 18 из них в тяжелом состоянии. 10 человек переведены на искусственную вентиляцию легких. На Ямбургском месторождении при медико-санитарной части «Газпромдобыча Ямбург» с начала сентября заработала клиника-диагностическая ПЦР-лаборатория. Метод исследования с помощью ПЦР-полимеразной цепной реакции – один из самых точных и надежных на сегодня способов диагностики многих инфекционных заболеваний. Но пока лаборатория будет специализироваться на проведении единственного анализа – на коронавирус COVID-19. Продолжит наша коллега, журналист ЯТВ Неля Харуддинова. Коридор и бывшие палаты физиотерапевтического отделения Ямбургского стационара. Сегодня здесь располагается ПЦР-лаборатория «Газпромдобыча Ямбург». В помещениях сделан соответствующий ремонт, закуплены необходимые оборудования и расходные материалы, персонал прошел специальное обучение, а главное – лаборатория получила официальную регистрацию. Вся процедура и полноценная работа лаборатории возможна только еще после определенного периода работы, когда положительные и сомнительные результаты мы обязаны отправлять в Центр гигиены и эпидемиологии, в бактериологическую лабораторию центров Новую Рингой и переподтверждать вот эти анализы. Отрицательные результаты наши признаются легитимными, но положительные мы пока вынуждены переподтверждать. Сертификат на самостоятельное выявление COVID-19 Ямбургской лаборатории выдадут позже. Будет критерием оценки работы временной промежуток или количества сделанных анализов, решат в Центре гигиены и эпидемиологии в ЯНАУ. Важно, чтобы совпадение с Новорингойской лабораторией, где сейчас положительные и сомнительные результаты проходят подтверждение, было не менее 85%. На данный момент этот показатель даже выше. Значительно выше стала и скорость получения результатов анализов. Если изначально, тогда, когда начинался коронавирус на Ямбурге, когда мы вынуждены были это делать в лабораториях Центра гигиены Нового Уренгоя, то эти анализы делались очень длительное время, как минимум недели, а то и более. Здесь мы можем себе позволить работу лаборатории практически хоть каждый день. Мы можем забирать сегодня, и сегодня же делать анализы и получать результаты. Сама лаборатория представляет из себя три оборудованных бокса. С отдельными входами. Между собой они сообщаются передаточными окнами. В первых двух помещениях специалисты имеют дело с живым вирусом, поэтому посторонний вход туда воспрещен. А лаборанты и врачи работают с соблюдением повышенных мер безопасности. В первом боксе у нас происходит первичная обработка, сортировка, маркировка и регистрация материала клинического от пациентов. На втором этапе происходит выделение рибонуклеиновой кислоты РНК коронавируса из клинического материала. Это процесс трудоемкий достаточно, требует большой точности движений, ясной головы и, как говорится, твердой руки. Это, наверное, самый продолжительный и трудоемкий процесс во всей ПЦР-диагностике. Следующим этапом, вот третий бокс, где мы сейчас находимся, это выявление уже непосредственно РНК коронавируса. Обнаружение РНК-вируса происходит вот в этом приборе. Он называется амплификатор. Помещенные в него пробы со специальными реагентами в течение полутора часов многократно нагреваются и охлаждаются. В результате полимеразной цепной реакции происходит копирование генного материала. Поскольку в процессе реакции количество копий РНК-вируса нарастает, прибор улавливает флюоресценцию, возникающую во время этой реакции, и мы видим график нарастания этой флюоресценции, то есть увеличение числа копий в геометрической прогрессии, что соответствует положительному результату. Значит, в этих пробах есть коронавирус. Отрицательный результат мы видим в виде горизонтальной прямой. Производительность аппарата достаточно высокая. Правда, работать на полную мощность ему еще не приходилось. В зависимости от потребностей стационара и поликлиники вахтового поселка, специалисты лаборатории исследуют за раз 40-50 проб. Результаты в основном отрицательные. Когда COVID-19 отступит, наличие ПЦР-лаборатории позволит проводить диагностику других видов инфекционных заболеваний. Нелли Харюдинова, Денис Курдаков, Ямбург. Завтрашние открытия Пуровского моста ждут не только взрослые. В предвкушении – самые маленькие жители газовой столицы. Как юные горожане отразили в своем творчестве это долгожданное событие, расскажем во второй части выпуска. Не переключайте канал. Правительство ускорит выдачу сертификатов для переезда из районов Крайнего Севера. Соответствующее постановление уже подписано. На Ямале стартовали конкурсы для предпринимателей. Желающим побороться за грант предстоит пройти несколько этапов. В нелегкой борьбе учащиеся импульс-классы заняли второе место в окружной интеллектуальной игре «Славься Отечество». Правительство ускорит выдачу сертификатов для переезда из районов Крайнего Севера. Соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин. Теперь федеральные средства, выделяемые на жилищные сертификаты, будут перераспределяться между регионами с помощью правительственных распоряжений. Если в одном субъекте возникнет экономия, то деньги оперативно перенаправят в другой, нуждающийся. Еще одно изменение касается инвалидов, покидающих Север. Для получения жилищных сертификатов им больше не придется предоставлять справку о наличии инвалидности. Уполномоченные органы будут самостоятельно получать эти сведения с помощью федерального реестра. Проще станет улучшить жилищные условия и с помощью регионального маткапитала. Сократился перечень документов, необходимых для того, чтобы воспользоваться этой мерой поддержки. Теперь гражданам не надо идти к нотариусу, подтверждая, что купленные или построенные за счет средств маткапитала квадратные метры будут оформлены в общую собственность всех домочадцев. Достаточно будет подписи в заявлении. На сегодняшний день около 6400 ямальских семей уже распорядились материнским капиталом, направив деньги в жилье. Вот как прокомментировало нововведение директора Кружного департамента социальной защиты Елена Карпова. Мы стараемся максимально оптимизировать перечень документов, которые предоставляет гражданин при получении мер социальной поддержки. В этот раз было принято решение исключить из списка документов при направлении материнского капитала на улучшение жилищных условий нотариально заверенные обязательства. Теперь гражданам нет необходимости посещать нотариуса, чтобы оформить этот документ. Такая возможность сэкономить не только время, но и деньги граждан. Десять ямальских предпринимателей получат гранты от губернатора в сумме до 1 миллиона рублей. Стартовал прием заявок на два окружных конкурса бизнес-проектов. Своё дело – конкурс для молодежи в возрасте до 30 лет. Время действовать для деловых людей в возрасте до 45. Оценивать разработки участников будут в середине декабря. Тем, кто чувствует в себе силы побороться за грант, необходимо подать заявку, пройти образовательный этап, подготовить бизнес-проект и защитить его. Заявки принимают до 6 ноября на сайте www.svoedelo89.ru. Славься, отечество! По итогам игры новоуренгойские школьники из «Импульс-класса» заняли второе место. Их наградили дипломами и ценными призами. Первые этапы участники проходили вместе, собираясь командами за одним компьютером. Последние задания из-за коронавируса уже пришлось выполнять в другом формате. Каждый работал у себя дома. Подобные конкурсы очень положительно влияют на класс и на коллектив. Они сплочают коллектив, ребята начинают работать вместе. Это же Олимпиада, она способствует, конечно же, повторению пройденного материала истории, но и также она воспитывает дух патриотизма в школьниках. Завтрашние открытия Пуровского моста ждут не только взрослые в предвкушении события и самые маленькие жители газовой столицы. В детских садах Нового Оренгоя в течение недели малышам рассказывали о важности нового объекта. Бурная фантазия юных творцов уплотилась в рисунках и поделках на эту тему. В администрации города решили поощрить начинание ребят и подарить им памятные сувениры в честь значимого события. В детском саду «Радуга» сегодня побывала наша съемочная группа. Слово Полине Шороховой. Пуровский мост, Карачаево, Уренгой, метеостанция. Метеостанция? Да. А это кто такие? Бегуны и машины. Это которые побегут через мост, да? Да. А что за лента красная? Как у нас перерезать. И они ее перережут, да, получается? Как? Нажлицами. Ну давай. Ага. Оп. Ура! Пуровский мост открыт. Слава Кордюк, воспитанник детского сада «Радуга», создавал эту экспозицию вместе со всей группой и воспитателем. На вопрос, кем он хочет стать, отвечает – строителям. Так зарождается детская мечта. Именно поэтому, полагают педагоги, малыши тоже должны быть в курсе значимых событий. Я думаю, что он будет длинным и большим. Чтобы по нему ездили и ходили. Всю неделю в детских садах города воспитатели рассказывали малышам о том, зачем нужен Пуровский мост, чем он поможет городу. А потом предлагали воплотить эти истории на бумаге. Дети всех возрастов отнеслись к заданию с энтузиазмом. Мы не остались в стороне, хоть и маленькие ребята готовились к открытию этого моста. Мы им рассказывали, беседовали, для чего он нужен, что люди уже долго ждали строительства этого моста. Мы превращались в маленьких строителей, строили из счетных палочек и строительного материала и рисовали. Рисунки были, конечно, и фантазийные. В администрации начинания детей и их наставников отметили. Юных художников решили наградить памятными подарками с символикой моста. Ни один участник не остался сегодня без приза. Давай мы тебя тоже поздравим. Дети остались довольны, вы видите, что им очень понравились подарки, им очень понравилось принимать участие. Чтобы наши дети знали и видели, сколько всего важного делается для жителей нашего округа. Для того, чтобы в дальнейшем они могли это беречь, и не только беречь, но и приумножать все богатства нашего округа. Любовь к родному краю зарождается в детстве. В будущем эти мальчишки и девчонки придут на смену своим родителям, станут геологами, газовиками или строителями и впишут свою страницу в историю Ямала. Полина Шорохова, Антон Берестянский, служба новостей «Импульс». Это были все новости к этому часу. Для вас работали Мария Федорчук и журналисты «Импульса». До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин